Сексуальная революция еще не наступила, не было средств контрацентства и так далее. Но женский голос в тексте выражения собственной сексуальной революции настолько мощный в них, но он мощный и он остается на уровне мыслей. То есть женщины в основном, они свою сексуальность осмысливают где-то глубоко внутри себя, и если они пытаются с таким же упором, как мужчина, то общество перед вас за это наказывает и всячески ограничивает, и, например, накладывается приятный определенный язык. И опять же, в чем еще разница, это на самом деле предпрезентация противоположного слова, можно так сказать, каких-то объектов лечения, потому что мы знаем мужских романов воспитания, а женщины предельно объективированы, и они там... Мы находимся в библиотеке-читальне имени Тургенева. Меня зовут Саша Шатрина, я редактор портала наукитинг.ру, и только что закончилась моя лекция, посвященная женским романам воспитания. Лекция прошла очень своеобразно. Мне понравилось, что аудитория присутствует как людей из академической среды, так и люди, просто интересующиеся литературой, бак-культурой, и люди старшего поколения, которые строили впоследствии дискуссию про одежду к русскому и педагогическую поэму Макаренко. Мне кажется, это был очень необычный, интересный опыт. Спасибо большое организаторам фестиваля «Возможности Ани Букета», что они дали мне такую возможность вообще такую лекцию прочитать, поговорить на важную для меня тему. Да, мне кажется, мы все заслуживаем адекватных, сложных репрезентаций в литературе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...